В очередной раз от имени профсоюзной организации государственного предприятия Чернигов ТОРФ хочу обратиться к голове областной державной администрации Черниговской области и к голове областной рады по поводу государственного предприятия Чернигов ТОРФ. Вы все знаете, что в Черниговской области осталось два завода. Ирванцевский и Смоленский ТОРФ. Ирванцевский завод пострадал от агрессора, который уничтожает Украину. Ракеты попали по заводу, погибли люди. И сейчас завод находится в нерабочем состоянии. В настоящее время один завод, Смоленский, остался в Черниговской области. На Волыне областная администрация сделала все, чтобы завод остался в области. Здесь же, в Черниговской области, пока никаких решений нету. Только одни обещания. Война закончится. Надо будет отапливать школы, садики, больницы. А заводов не будет. Восстановить их практически будет невозможно. Поэтому решение нужно принимать сейчас. Мы неоднократно обращались. И Гончаровская громада, и профсоюзная организация ДП Чернигов-Торф. О том, чтобы эти заводы оставить в области или в громадинах. Но на сегодняшний день никаких решений нету. Если решение не будет принято сейчас, то даже, я думаю, через месяц, через два уже будет все поздно. На сегодняшний день заводы находятся не в коммунальной властности, а находятся в фонде Держмайна. Вот сейчас попали ракеты в Ирванцевский завод. Чем помог фонд Держмайна? Ничем. А если бы был завод в громаде, была бы помощь. Фонд Держмайна только ждет для того, чтобы эти заводы отдать в частную собственность. Но все заводы, которые приватизированы были в Черниговской области, ни один не работает. То же самое ждет участь и торфозаводов в Черниговской области. Фонд Держмайна ждет, пока эти заводы остановятся, чтобы за бесценок их продать. Уже все документы подготовлены. Ну, как продали в церковь в Нежине, так же и заводы продадут. И все. Моментально. Секунда. Есть такой следователь, Иван Иванович, который из пальца высасывает уже не одно уголовное дело. В Борзине копают торф. Миллионы, миллионы идут мимо бюджета и ничего. А наши заводы платят податки, платят зарплаты. И уже каждый месяц почти уголовное дело за недбалость. Недбалость, потому что завод работает. А там, где воруют, там недбалости нет. И там полиция почему-то слепа. От Чауса мы просим одно. Сейчас Шмыгаль одним рощерком пера может эти заводы передать или в громаду, или в область. Готель славянский можно же передать безоплатно в громаду? Можно передать. А почему нельзя передать заводы? Продолжение следует...